Девчонки, привет! И просто нормальным языком объяснить, как бы, свои эмоции, связанные с этим ароматом, или свое мнение об этом аромате, как мне он нравится, нравится, не нравится, и для каких случаев он мне нравится. Ну да, это все. Надеюсь, вам будет интересно, полезно тем, которые меня просили, потому что, кроме этого, я больше ничего не могу, к сожалению, вам сказать. Ну вот они мои ароматы, они хранятся у меня здесь на столике, наверное, это не самая лучшая форма хранения, так как здесь у меня всегда светло, и не постоянно получается, что они в прямом свету стоят. Мне кажется, от этого аромата меня, ну, со временем все-таки портится, но если брать во внимание то, что они меня задерживают недолго, потому что то, что мне нравится, я быстро заканчиваю, то, что мне нравится, я кому-то раздаю, дарю, то, наверное, это не такая уж большая проблема. Ну вот, сейчас я все буду разбирать по порядку, наверное, я как-то их сгруппирую, может быть, те, которые нравятся больше, те, которые нравятся меньше, или там летние, зимние, или дневные, вечерние, не знаю, сейчас подумаю. И начнем видео. Ну вот, я как-то сгруппировала, как-то более такие летние, такие легкие, потом более такие зимние, или тяжелые, вечерние ароматы, и некоторые, которые мне меньше всего на данный момент нравятся, которые, наверное, раздарю и отдам, и еще там какие-то бодиспреи. Но вообще я хочу сказать то, что я очень завидую тем девушкам, у которых вот один парфюм, наверное, там уже всю свою жизнь, или там последние 5 или 10 лет, потому что, мне кажется, это очень такой, как сказать, стейтмент, ну, в плане своего стиля. Вот уже у всех, кто ее знает, ассоциируется именно этот аромат именно вот с этим человеком. У меня, к сожалению, я сколько ни пыталась такого достигнуть, со мной это невозможно, потому что я... У меня все ароматы, это какие-то эмоции, очень сильные эмоции, поэтому я не могу пользоваться тем же самым ароматом каждый день, потому что каждый день у меня какие-то новые планы, какое-то новое настроение, и я не знаю, я просто вот просыпаюсь, одеваюсь, крашусь, и вот на тот момент мне хочется вот именно этого. А завтра в тот же самый момент мне захочется другого, поэтому я не могу быть верна одному аромату, к сожалению, но тем, кто может, я очень-очень завидую. Ну что, давайте приступим, я... Опять же, не судите меня строго, потому что это не моя стихия вообще, я в ароматах не разбираюсь вообще, я единственное, что понимаю, это он мне нравится или не нравится, и все, никаких там ноток, под ноток и так далее, я не знаю. Начну я с парфюма, который мне на данный момент, наверное, один из моих самых любимых, который я пользуюсь просто каждый день, это Jeanne от Lanvin, не знаю, как правильно произносится, я напишу все названия внизу, и тоже поищу в интернете, я напишу вот самые главные нотки где-то здесь, для того, чтобы вы понимали, потому что по моим описаниям вы ничего не поймете, это гарантированно. Но, как я могу объяснить, это такой вот очень легкий, да, кстати, это категория, с которой я начну сейчас, у меня в голове полный сумбур, поэтому к концу видео у вас всех в голове будет тоже полный сумбур, это и является цель этого видео. Давайте я немножечко организую свои мысли. Сейчас мы начнем с категории более такой легкой, более летней, более дневной, которой просто вот я сейчас летом каждый день могу просто перед выходом на улицу пыш-пыш-пыш и пошла. Первый это вот этот вот Jeanne от Lanvin, надеюсь, вы все знаете, о чем идет речь, потому что если нет, то из моего описания вы ничего не поймете. Он очень такой свежий, но не кислый, такой свежий, цветочный, немножко сладковатый, но не приторно-сладкий, вообще у меня нету приторно-сладких ароматов, потому что это не мой стиль, они меня как-то вот душат, вот я, когда чувствуете эти ноты, то у меня вот прямо, мне тошнит, поэтому я не могу их носить вообще. Но он, да, я бы сказала, такой цветочный, немножко сладенький, немножко такой свеженький, но нет ничего кислого, очень такой, очень девчачий. Это очень такая облегченная версия парфюма Eclat, тоже от Lanvin, это и два брата-акробата, но если Eclat у меня вот такой более взрослый аромат, хотя тоже цветочный, тоже нежный, тоже приятный, я бы сказала, тоже так, можно и на день ненавязчивый, и летом ненавязчивый, в жару, но этот еще такой более молодой, вот этот такой для молодой девочки, если это уже можно такой постарше, такой дамочке, то этот у меня соответствует именно с такой маленькой девочкой, поэтому я им пышкаюсь каждый день. Идем дальше, да, кстати, этот Eclat тоже из этой категории, из очень легеньких, которые я люблю на данный момент. Конечно же, не могу пройти мимо, уже не знаю, в какой-то раз имею этот парфюм, это Noa от Cacharel, если я правильно произношу, не знаю, но факт в том, что этот парфюм мне очень нравится. Идея этого видео вообще заключается в чем? Не сказать вам какие-то там нотки, поднотки, а просто показать то, что мне нравится, то, чем я пользуюсь. Если вам что-то из этого интересно, вы уже пойдете в магазин и все это протестируете, понюхаете, походите, попробуете на себе, но я вам покажу то, что мне нравится. Это очень легкий, вот в самый, когда самая-самая жара на улице, когда я никаких других ароматов не могу носить на себе, или когда я была беременна, когда я тоже ничего не могла носить, вот это то, что я могу, чем я могу пользоваться, то, что мне нравится. Очень легкий, больше не знаю, как это вам объяснить, просто очень такой, вот прямо воздушный, прямо летает. Другой такой тоже на легкой стороне, но немножко более такими с цветочными нотками, это DKNY Be Delicious, именно розовая версия, не зеленая. Зеленый, он такой кисловатый, такой яблочный, я не люблю кислых-кислых. А это что такое между кислым, свежим, цветочным? В общем, если вы заметили, у меня вот вся эта категория, они такие, что свежие, не сильно кислое, не сильно сладкое, немножечко цветочное. Это тоже подходит именно под то же самое описание, поэтому если вам нравятся какие-то из этих, которые я уже показала, протестируйте это, потому что тоже вам понравится. Они примерно из одной и той же гаммы. И последние два из этой гаммы, это Grace, Eternal Grace от Philosophy, американский бренд, не знаю, если он здесь продается, но если кто-то у кого-то есть возможность, попробуйте. Это один из их них бестселлеров, и я понимаю почему, потому что он просто, вот мне кажется, он не может не нравиться. Он просто вот такой вот, просто свежий, чистый, такой более, здесь цветочных тот нет, но он вот такой просто вот чистый, свежий аромат. Вот просто, ну, на самом деле, свежий, вот летом очень хочется таких штук. И еще тоже из свежей категории, но у этого есть немножечко нотки, такие горчинки. Это Armand Basie, In Red, по-моему, так и называется, In Red. Это очень старый, старый аромат, но я его, я его как бы вновь и вновь опять докупаю себе. Последний раз уже была проблема найти, потому что они, мне кажется, уже, не знаю, или вышли из производства, или собираются снимать из производства. Но это такой вот свежий, вообще не цветочный, свежий, немножечко даже с горчинкой. Как будто, знаете, такой немножко похож на мужские такие, парфюмы немножко с нотами, вроде бы даже там табака или чего-то такого вот горького. Мне очень нравится на лето, тоже такой освежающий. И тоже в этой категории один из моих просто самых-самых, как сказать, ну вот моих ароматов, если из этих всех ароматов я могу выбрать один или два, которые вот именно меня характеризуют, это будет он. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Не обдавленная сейчас версия, там есть Light Blue какой-то там еще, стандартный классический Light Blue, вот просто такая синяя-голубая, вот такая, вот похожа на эту бутылочка высокая, вот такая плоская, такая прямоугольная. Это просто мое, я не знаю, он вот, он на самом деле, вот он просто вот свежий, даже немножечко кислый, такой кисло-сладкий, но очень-очень-очень свежий. Я его, к сожалению, сейчас забыла у мамы, когда была в Кишиневе, но я просто, у меня уже, я каждый день его все ищу, мне его не хватает, потому что это на самом деле, это один из моих-то самых таких близких моей души ароматов. Я, наверное, еще со школы, ой, это было давно, наверное, лет 6-7, как я просто ни одного лета я не могу прожить без этого аромата, я должна его иметь, как сказать, под рукой. Я просто, у меня, у меня лето ассоциируется вот именно с этим ароматом, поэтому, мне кажется, это вообще один из классических ароматов вообще на рынке парфюмерии, поэтому, если вы его не знаете, попробуйте. Если вы его тестировали, вам не понравился, попробуйте попышкать и на себя, потому что это, я не знаю, я просто, у меня лето, это вот Dolce & Gabbana Light Blue, я от него не устаю. Если от других парфюмов я вот до половины их допользую, потом уже не могу, уже я их только так вот пышкаю уже по дому, куда угодно, лишь бы допользовать, выпрысить или кому-то раздаривать, то вот тот я нет. Я каждый раз им пользуюсь вообще с удовольствием, хотя уже пользуюсь лет, как я уже говорила, наверное, 7-6-8, не знаю, давно. Ну вот, это категории, которые были свеженькие. Сейчас я буду описывать вам другую категорию, которая более такие, более вечерний, более тяжелый аромат, такие более сладкие, более цветочные, такие, ну, такие более серьезные, женственные, так скажем, которые я больше использую на осень, зиму, на более холодный период года, потому что летом мне их тяжело, тяжело на себя лить. Конечно же, Chanel Chance, это стандартный, который тоже из этой такой серии, более тяжелый, мне больше понравился розовый, который... Спасибо.